Хорошее ФМ Место встречи на Хорошем ФМ Добрый день всем слушателям радиостанции «Хорошее ФМ». Только хорошие песни и хорошие люди здесь, в нашей студии. Сегодня таковым является Сергей Любавин. Меня зовут Валентин Малюгов. Я искренне приветствую нашего сегодняшнего гостя. Привет, Валентин. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно впервые посетить вашу замечательную студию, вашу великолепную радиостанцию. Начнем. Такой традиционный вопрос для всех звезд, которые приходят к нам на интервью. Что хорошего в вашей жизни сегодня происходит? С такого позитивного момента начнем нашу программу. Ну, с хорошего в моей жизни это моя хорошая работа. То есть сейчас как раз такая эстрадная пора. И март, апрель – это время гастролей, это время концертов, когда мы разъезжаем по России, за рубежами, близкими, дальними, дарим людям праздник. Тем более есть повод. У нас вышла новая программа, которая называется «Оставь последний танец для меня». И стартовали мы в Санкт-Петербурге. Вот совсем недавно был большой концерт на центральной площадке, в БКЗ «Октябрьский». И вчера, как раз 15 марта, состоялся концерт здесь, в Москве, в театре «Золотое кольцо». Тоже при аншлаговом раскладе. Показали мы новую программу, новые песни. Ну, я надеюсь, что людям понравились. Точно так же, как и в эфире. В вашей замечательной радиостанции появятся эти песни, и радиослушатели дадут ей свою оценку. Я вам больше скажу. Действительно, некоторые эксклюзивные вещи сегодня прозвучают в нашей программе. Новые треки Сергея Любавина вы услышите непременно. И, как мы уже, в общем-то, договорились, некоторые песни именно у нас будут первоочередные ротации. Поэтому слушайте внимательно, дамы и господа. И надеюсь, что вы по достоинству оцените творчество Сергея. Он действительно готовился, я так понимаю, к этому диску, оставь последний танец для меня. «Место встречи» на «Хорошем ФМ». «Место встречи» Третий год совместной жизни Третий год совместной жизни Третий год совместной жизни Третий год «Место встречи» Третий год «Положм deux часа» Третий год «Место встречи» Третий год «Место встречи» Ненаглядной и любимой, грешной и святой Десять розовая свадьба радость принесла Наша дочка повзрослела, первый класс пошла Какая-то нежность и боль, какая чистота вокруг Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть Двадцать лет, тридцать лет совместной жизни пожелаю всем Дочка выросла и стала взрослою совсем У нее растет малышка распригожая На тебя, моя родная, так похожая Какая-то нежность и боль, какая чистота вокруг Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть У хорошей музыки есть свое радио Хорошее FM – хорошие песни Скажите, а вы любите танцевать? Я очень люблю танцевать, хотя у меня не очень это получается Дело в том, что название программы, оно именно родилось из одноименной песни И в принципе, я замечал, у меня как раз этого сегмента в моем концерте не хватает Именно того сегмента, что люди в основном слушают красивые мелодии, музыку И все происходит несколько камерно И поэтому вот я решил, что второе отделение у меня будет первые полчаса Они такие драйвовые Я написал песни специально, подобрали мой материал И действительно великолепно это воспринялось публикой Потому что люди первое отделение слушают по простоту Спокойно Спокойно, они наслаждаются А потом пускаются в пляж А потом немножко нужно им поразмяться, они, мужчины поднимают женщин Женщины делают то же самое с мужчинами И начинается такое зажигало Сергей, я хочу это увидеть, я хочу прийти на ваш концерт Вопросов нет, да, вопросов нет В ближайших концертов, Валентина, вы приглашены Поэтому связывайтесь с директором И увидите все воочию Спасибо большое Но мы и наших всех слушателей также приглашаем на концерты Сергея Любовина Потому что, как видите, есть и не только что послушать, но и что посмотреть Это, в общем-то, главное, наверное, сегодня Говорят, что без какого-либо шоу на сцене, да То есть как-то уже, ну, интересно, прошла пора этого некого академизма, да Но в то же время слово эстрада, к которому вы, наверное, имеете непосредственно отношение Мне кажется, все-таки по репертуару, да Все-таки она не подразумевает такого шоу, как, не знаю, в современном дэнсе и так далее В данных направлениях Вопрос интересный, но шоу сейчас это настолько разноплановые понятия Шоу – это же не только сейчас какой-то шоу-балет Шоу – это в первую очередь свет Который сам по себе создает вот эту иллюзию Вот эту сказку, вот это волшебство Второй момент – это, конечно же, звук Великолепный звук Если правильно отстроит звукорежиссер Воспринимается людьми тоже как элемент некоего шоу Великолепная игра музыкантов Ну и такой интерактив артиста с залом Многие артисты, они наоборот отходят от каких-то вот этих перьев, блесток, страз И какой-то мишуры, которая на самом деле для взыскательного слушателя И человека, который приходит в зрительный зал, она ничего не значит Для него это просто мишура Но если в вашем зале великолепный художник по свету У вас великолепный звукорежиссер, прекрасно отстроенный звук Вы получаете действительно громадное наслаждение Вы получаете отличный эффект И отличное настроение в результате Место встречи На хорошем АФМ Засыпает на руках Вечер затихает в облаках Ветер улетает в дальний край Птица Память прячет нашей любви страницы Сколько лет мне снится один и тот же сон Сколько лет подряд слышу я так близко Каждый вдох и голос такой родной Но время не может остановиться там Где небо с землей встречались нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось вновь Перебороть усталость За музыкой вверх подняться Стать мелодией облаков Застывают на часах стрелки И минутами не бьют метко Как в немом кино черно-белой лентой Пробегают наши воспоминания На застывший город ложится Первый снег заметает улицы А мне все не спится Время мое сердце сковало льдом Память прячет нашей любви страницы Там, где небо с землей встречались нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось вновь Перебороть усталость За музыкой вверх подняться Стать мелодией облаков Там, где небо с землей встречались нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось вновь Перебороть усталость За музыкой вверх подняться Стать мелодией облаков Думай о хорошем Хорошее FM Место встречи На хорошем FM О чем вы мечтали давным-давно? Вы хотели стать музыкантом буквально с детства Или каким-то другим образом пришли к тому, что все-таки эстрада Это то место, где вы себя чувствуете отлично Где вам хочется дарить людям свои какие-то внутренние переживания с помощью песен Да, вот как вы к этому пришли? Через какие моменты жизни вы решили, что нужно на сцену? Очень хороший вопрос И в детстве я вырос в городе Новосибирске До 24 лет жил в этом городе И, конечно же, я не хотел и даже не думал И более того, я даже не знал, как становиться профессиональными артистами А чем вы занимались? Я занимался спортом профессионально То есть с детства где-то лет до 20 Потом поступил в университет, занимался учебой И, в принципе, хотел связать свою жизнь Разные были варианты Попробовал я и экономику И хотел связать, наверное, бы, если бы не случай Связал бы ее, скорее всего, с журналистикой То есть я закончил здесь, в Москве, тоже Институт молодежи, факультет журналистики И в своем родном городе, в центральных газетах Молодость Сибири, Советская Сибирь Печатался и был на хорошем счету И более того, даже издавал районную газету сам лично Где полностью от верстки до всех материалов Делал все сам И поскольку я приехал в Москву и не знал В принципе, я думал совершенно серьезно Мне было уже 24 года Я думал, что артисты просто талантливые люди То есть это их как бы хобби И потом я совершенно узнал уже Для меня это было откровение, что есть филармонии Люди там устраиваются, получают также зарплату И являются именно у них в их книжке трудовой Написано, что это артисты И это меня поразило И потом был 93-го года конкурс Юрмала Где я достаточно успешно выступил А как к этому пришли? Вы приехали в Москву и буквально сразу стали артистом Решили, что нет, журналистика и экономика не мое Нет, конечно, я приехал в Москву Я поступил в вокальную студию училища Гнесиных На курс Эдуарда Михайловича Лобковского Но поскольку не было общежития на Ордынке Я параллельно сделал звонок Тогда еще обкомы были, комсомола Мне посоветовали, Сергей, ты можешь поступить в институт молодежи На факультет журналистики Там прекрасное общежитие Там свободное посещение Занимайся музыкой Благо, что журналистский опыт у тебя есть Там тебя учить особо ничему нет Вот так тяга к комфорту Сергея Любавина Определила его эстрадную судьбу Если исключить ночевки на вокзалах И сказать, что это тяга к комфорту То тогда да А так, в принципе, если бы я не поступил В институт молодежи То такая участь бы меня ждала То есть непонятно, где ночевать и что делать Место встречи На хорошем АФМ Как так получилось По усмешке злой Поздно нам случилось Встретиться с тобой Вечеринка чья-то Новые друзья У тебя семья У меня семья Встретимся украдкой От случайных глаз И живем с оглядкой Прячась каждый раз Но не быть нам вместе Знаем ты и я У тебя семья У меня семья Грешная любовь Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Мы с тобой пытаемся Обмануть весь мир Молча растворяемся В тиши чужих квартир Этот гул порочных Нам не разорвать Смс полночных Не расшифровать Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Грешная любовь Грешная любовь Нелегальная Нелегальная Сумасшедшая Сумасшедшая Расскажи Расскажи Добрый день всем Слушателям радиостанции Хорошая ФМ Только хорошие песни И хорошие люди Здесь в нашей студии Сегодня таковым является Сергей Любавин Скажите Вы вот упомянули Юрмалу Все я так понимаю Начиналось С этого конкурса Отчасти Да Профессионально Да То есть Это такой знаковый год Для меня У меня в 90-м году Был конкурс Юрмала Куда я поехал И пообщался Действительно С великолепными Эстрадными музыкантами Это был первый Международный конкурс Потому что раньше Юрмала Это был конкурс 15 советских республик И конечно Вот такая школа Была для меня В первую очередь Мне не нужно было Я и не ехал С целью кого-то победить Занять какие-то места Для меня это просто Была школа Откровения И общения Вот со звездами А как вы считаете Вот в этом году Ну видимо Этого конкурса Не будет к сожалению Нет почему Будет Сказал же уже Игорь Яковлевич Что будет в Сочи Да он будет в Сочи Я имею ввиду Что его не будет в Юрмале Так вот Вопрос в том Что насколько это место Оно определяло Какую-то атмосферу По вашему мнению По моему мнению Это великолепное место Зал великолепный Дзинтари Есть ли некое сожаление Да Берег Балтистов Там этого больше не будет Сожаление в том Что музыка Музыканта Эстрада Она призвана Людей объединять То есть И русские музыканты Ездят в Латвию В Литву В Эстонию И с удовольствием Их там принимают И так же артисты Приезжают к нам И так же с удовольствием Выступают их группы И это нужно было Закрепить и продолжить Но к сожалению Политика победила И по политическим Каким-то мотивам Прекратили непонятный Этот конкурс И получается так Что это очень плохо Для любой страны Я считаю Это очень плохо Начать конфронтацию На уровне того Что вот этих музыкантов Мы в страну не пустим Вот этих поэтов Там и певцов И художников Мы закроем Запретим им Это нельзя выбирать Политически что слушать Это путь в никуда Это пожалуйста Занимайтесь политикой Бодайтесь друг с другом По каким-то экономическим Политическим целям Но артистов Певцов Не пускать в страну И потом вы получите Ответные санкции И все прочее Это уже тупиковый путь Я думаю что в Сочи Это будет Может быть К десятки раз пафосней На нашей территории Красивее Там и условия Может быть лучше Там отстроили Такое великолепие В связи с Олимпиадой Но тем не менее Вот какая-то ностальгия Все равно она присутствует Место встречи На хорошем АФМ Субтитры создавал DimaTorzok Ах какая целовала в губы В первый раз казалось это глупо Просто осень кроха так чудила Хорошо нам вместе с нею было Что за пара люди говорили Дело к свадьбе Все за нас решили Что молва людская натворила И любовь ушла Отговорила Не стреляйте люди Субтитры создавал DimaTorzok 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 А твои зеленые Прощай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая ФМ Хорошие песни для хороших людей Место встречи на хорошем ФМ Скажите, вот Сергей Любавин, это по сути два направления, мне кажется, все-таки эстрада и шансон, которые я разделяю на две части, да? Что вас еще, скажем так, с творчеством, искусством связывает? Есть сведения, что даже с балетом вы знакомы отчасти? То, что касается эстрадной песни и шансона, вообще, в принципе, шансон переводится с французского как «песня». Слава Богу, что прошли какие-то лихие 90-е, и общество в России, как и в любой стране, оно начало выздоравливать, и также начала выздоравливать музыка. Красивые аранжировки, симфонические оркестры, они все пришли в шансон. Сейчас это совершенно другая музыка, и единственное, кто-то, пометуя о 90-х, они говорят, что вот шансоны, что блатные или что-то такое. Этого сейчас нет, и я очень рад, что все-таки это все победило. А как бы вы охарактеризовали в целом ситуацию вообще вот на российском музыкальном рынке? Если посмотреть на развитие западной музыки, да, то есть она гораздо более многогранна, она быстрее развивается. То есть есть какие-то проблемы, мне кажется, в российском шоу-бизнесе, которые вот что-то мы уже несколько десятилетий, мне кажется, преодолеть не можем? Развиваются технологии, прежде всего. А мы за ними не успеваем. Мы не успеваем, поэтому я считаю, в плане творческом, таланта, то есть мы нисколько им не уступаем. В плане техническом, естественно, мы проигрываем, потому что момент такой, что у них это максимально поставлено на коммерческие рельсы, на рельсы бизнеса. Для них нет понятия, что-то я сейчас там сотворю про месяц, про луну, про звезды, про любовь. Нет, у них есть понятие, это продается или это не продается. В этом огромный плюс и в этом же огромный минус. А в России такого пока нет. И многие молодые ребята, группы, я не знаю, которые сидят сейчас там в подвалах, они просто работают, они, из них идет вот это вот то, что называется творчество. Они не задумываются, сколько... Сколько денег они на этом заработают, да. Кто купит это, сколько они заработают. Вот эта вот Россия, она, конечно же, здесь не соизмеримо выше любой там западной страны, Америки там и всего прочего. Каждый профессиональный человек, вы должны брать все лучшее для своей профессии. И неважно, откуда это будет русского там производства или иностранного, европейского, нужно себя совершенствовать. Место встречи. Место встречи. На хорошем АФМ. Я опять напьюсь отравой горькой И проснусь в объятиях тишины За кабацкой деревянной стойкой Незаметно пролетают дни Никогда не суждено мне боли По утру бежать босым к реке Только часто снится это поле Клевера, застывшей в руке Русь кабацкая ночами снится В вышки лагерей пасет конвой И девчонка стройная березка И за предки машет мне листвой И за предки машет мне листвой Ты прости, что променял свободу Променял за Афгана ордена И свою жизнь крапленую колоду На стакан крепленого вина Жизнь прошла Закрылись карусели Время золотую вяжет нить Я б сумел тебя, Сергей Есерин Не в стихах, так в петли Заменить Не в стихах, так в петли Добрый день всем слушателям радиостанции Хорошее FM, только хорошие песни И хорошие люди здесь, в нашей студии Сегодня таковым является Сергей Любавин Но давайте вернемся к творчеству Вы сказали, что уделили такое Место, скажем так, в нашем интервью Шансону западному А все-таки с кем в западных шансоне Вы хотели бы, к примеру, вместе Что-нибудь сотворить Какой-нибудь совместный проект сделать Много личностей на Западе Которые действительно меня привлекают Но очень много и у нас талантливых артистов А на Западе, конечно же Во-первых, у них уровень музыкальной культуры Он сам по себе, вот в этом смысле Он намного выше И поэтому с такими артистами Хлоро Фабиан Я бы с удовольствием поработал И Луис Мигель И очень много людей Которых я просто по-человечески И по-музыкански Я просто уважаю Кстати говоря, та же самая Лара Фабина Она ведь совсем недавно записала Русскоязычную песню Михаила Гуцериева Как вы к этому относитесь? Прекрасно отношусь к этому И скажу больше, что Это очень хорошо, что Таких звезд такого уровня Удается привезти сюда, в Россию Заинтересовать И чтобы они дарили свое творчество Нашей российской публике Не важно, что это будет Нужно делать так, чтобы Люди с Запада Актеры, артисты, певцы Они к нам приезжали с удовольствием Не как в страну какого-то Третьего мира Где быстренько нам нужно дать концерты Забрать гонорар И убежать быстрее к себе А именно как коллегам К которым приятно общаться Великолепные площадки Великолепный звук Великолепный сервис Мы действительно можем на сегодняшний день этим похвастаться Потому что взять тот же самый Крокус Сити Холл Да, в частности Крокус Сити И могу сказать Мы взяли уже дату У меня в следующем году юбилей 10 апреля Крокус Сити Поэтому держите на контроле А вас мы поздравляем с наступающим Медленно наступающим юбилеем К этому, я думаю, вы будете тоже Спасибо, да Я юбилеи не люблю Я даже дни рождения свои не люблю Если честно сказать Почему? Не знаю, вот с детства не люблю Я такой человек по натуре Я люблю поздравлять людей И люблю сам ходить на день рождения Какие-то подарки давить Веселиться Получается, что вы любите праздник организовать И не праздновать его самостоятельно И ничего не делать Нет, не праздновать так Что вот сидеть Принимать вот эти лавры И совершенно нерасслабленно Слушать, что про тебя говорят В основном, что-то вот Вот этот поток вот этого меда Вот этой патоки Иногда, когда очень много сладкого Может пойти там раздражение Или что-то Но один день в следующем году Придется потерпеть, я чувствую Все-таки, да Ну, потерпим по-любому Но мы приурочим это В 25-летие творческой деятельности Или что-то такое Ну, юбилеев много Можно придумать Место встречи На хорошем АФМ Мне однажды вот так повезло Встретил друга и бедом назло Десять лет подставляя плечо Из боя несли друг друга Старый друг лучше новых разлук Старый друг — это замкнутый круг Круглосуточно замкнутый круг Верного сердца стук Будет в жизни радость и боль Будет масса плохих новостей Только ты никогда, никогда Не забывай друзей Дружба — это почти что судьба Сильных душ, одиноких борьба Дружба — это почти приговор Пожизненный срок, почти что Жаль, что вместо вот этих сроков Кто-то знает, как в стае волков Недоверчивых бьют посильней И как предают друзей Будет в жизни радость и боль Будет масса плохих новостей Только ты никогда, никогда Не предавай друзей Только ты никогда, никогда Не предавай друзей Как в костре умирает огонь Наша дружба, как загнанный конь Подустал, а может, как сон Просто как сон Казалось, а Пристрелит, да вот только едва Ходит в гости худая молва Я ушел, а она на весь срок Вместе с тобой осталась Будет в жизни радость и боль Будет масса плохих новостей Только ты никогда, никогда Не забывай друзей Только ты никогда, никогда Не забывай друзей Место встречи На хорошем АФМ К юбилеям очень многие Неважно какой стиль Будь то рок, шансон Популярная музыка Неважно, да Все это в последнее время Модно связывать с классической музыкой Как вы вообще к классике относитесь И вы считаете, все-таки Будут ли такие эксперименты в вашем творчестве? Великолепно отношусь к классике И более того, хочу сказать, что Мой предыдущий альбом и предыдущая программа Называлась «Признание» И записал я ее на лучшей Считаю студии в Москве на Мосфильме С симфоническим оркестром Плетневские музыканты Сан Саныч Петухов Дирижер Струнная группа 80 человек Это первые, вторые скрипки Виланчели Альты Несколько контрабасов И вот эту вот красоту всю Порядка там 8 песен Мы с симфоническим оркестром сделали Именно и песни не такие Как вот музыканты Вот эти классические иногда смеются Или нас приглашают рок-коллективы Выступать с симфоническим оркестром А мы не понимаем, что там играть Потому что у них ритм Совершенно и песни Они совершенно не написаны Для симфонического оркестра Это просто какой-то вот такой пафос Посадить кучу музыкантов И играть песни Какие-то рокы Которые там Ты-дын, ты-дын, ты-дын Скрипочка А что там? То есть на Би-2 С симфоническим оркестром Вы не пойдете Я не буду вообще Даже пытаться критиковать Как своих коллег Это неправильно Но вопрос в том, что я считаю Что материал Именно для симфонического оркестра Он должен быть готовиться Именно эти песни Именно распевные Чтобы там вот этой струнной группе Красиво было Где поиграть Именно чтобы Чтобы это чувствовалось Присутствие Присутствие музыки А не только музыкантов на сцене Место встречи На хорошем ФМ Мы с тобою Перелетные птицы От столицы Все кочуем к столице Может сказкам Суждено уже спыться Или встретиться Ты все лучшее Что было когда-то Все, что связано С тобой стало свято Ты за всех Недолюбивших Расплата Абсолютно я А что же я А я давно Люблю тебя Давно смотрю Глаза твои Глаза твои Родная А что же ты А ты волшебные Мечты Планета красоты Все это ты Расскажи Ну как дела в жизни личной Красотой спасаешь мир Как обычно Восхищение кто-то дарит Привычно Лично И цветы Хорошейте И друг с другом Встречайтесь И прохожим Иногда улыбайтесь Не прощайтесь Никогда не прощайтесь Жизнь Так коротка А что же я А я давно Люблю тебя Давно смотрю В глаза твои Родная А что же ты А ты волшебные Мечты Планета красоты Все это ты А что же я А я давно Люблю тебя Давно смотрю В глаза твои Родная А что же ты А ты волшебные Мечты Планета красоты Все это ты Планета красоты Все это ты Все это ты Мне кажется Сергей Любавин В своем Сочетании С симфоническим Оркестром Может создать Тот Ну Такое Может быть суровое Некрасивое слово Продукт Да Который все-таки На российском Музыкальном рынке Будет Необычным Востребованным Темповым Может быть да Потому что как только Вступает симфонический Оркестр К каким тем или иным Произведениям Они теряют В своем темпе Если у вас Будут такие эксперименты То мы вас Приглашаем На хороший FM И в прямой эфир И в ротацию В частности Для того чтобы И эти песни Тоже дошли До слушателя Посредством радиостанций Что к сожалению Вот в последнее время Мне кажется Достаточно проблематично Именно с симфоническими Аранжировками Вот Ну а Вы в свою очередь Надеюсь Что-то пожелаете На прощание Нашим радиослушателям Причем Прощание Слово мне не нравится До новых встреч Да До новых встреч Это Да Это правильная фраза Спасибо огромное За теплые слова Обязательно мы будем Продолжать Эту тему Ну и больше того Я вот подбиваю Сейчас одну Тоже известную радиостанцию Чтобы провести Совместный концерт И пригласить Вот этих вот Ребят замечательно И Лару И там И Луис Мигель И Гару И провести Совместный концерт Все будет отлично Все выучат И все споют И это уже будет Настоящий Европейский Эстрадный концерт В котором будут Участвовать И русские И французы И англичане И там Кто угодно Кто любит Красивую мелодическую Такую мелодичную музыку Вот А пожелать Слушателям Вашей замечательной Радиостанции Хочу одного Чтобы был мир В ваших домах Чтобы нам всем пожелать Чтобы в России Была стабильность Потому что я убежден Что нам не нужны Какие-то экономические Революции Всплески какие-то Это стахановские Вот эти Пятилетки Нам нужна просто Хорошая стабильная работа С достойной зарплатой И тогда Как показывают годы И показывает практика Россия будет Все богатеть 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 Вот этого я желаю Всем радиослушателям И вашей Замечательной Радиостанции Высоких рейдингов Побольше рекламы И удовлетворения От работы Очень правильное пожелание Мне кажется Вот то что вы сейчас сказали В условиях 2015 года Очень правильно Для каждого слушателя Который сейчас находится У своего радиоприемника Вообще для каждого Россиянина Это очень приятно Тем не менее Спешу напомнить Что нас слушают в интернете И далеко не только в России Дамы и господа Сегодня в гостях У нас был Сергей Любавин Это Хорошая FM Спасибо за то Что вы были в нашей компании Ну а в компании С хорошей музыкой В том числе Нашего сегодняшнего гостя Вы можете пребывать Круглосуточно На нашей волне До встречи Место встречи На хорошем FM Как так получилось По усмешке злой Поздно нам случилось Встретиться с тобой Вечеринка чья-то Новые друзья У тебя семья У меня семья Встретимся украдкой От случайных глаз И живем с оглядкой Прячась каждый раз Но не быть нам вместе Знаем ты и я У тебя семья У меня семья Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Мы с тобой пытаемся Обмануть весь мир Молча растворяемся В тиши чужих квартир Этот гул порочных Нам не разорвать Смс полночных Не расшифровать Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Грешная любовь Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи В бесконечной лжи Хорошее ФМ Хорошее ФМ Хорошие песни Для хороших людей Расскажи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...